День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает. И сегодня в рамках нашего проекта «Культурная линия» на прямой линии с нашей студией космонавт Александр Александров. Дважды герой Советского Союза, председатель Международной ассоциации участников космических полетов. Здравствуйте, дорогой Александр Павлович. Здравствуйте, друзья. Александр Павлович – человек, который был лично знаком с Королевым и Гагариным, и в общей сложности провел на орбите 309 суток до 17 часов и 2 минуты. И из них 5 часов 45 минут в открытом космосе. Вот такой человек на связи с нашей студией. Эфир подготовлен в сотрудничестве с нашими коллегами, журналистами из Международного медиаклуба «Формат А3». Журналисты прислали свои вопросы. Мы попытаемся успеть задать максимум вопросов нашему собеседнику. И поводом для нашей беседы, информационным таким, стали съемки первого в истории художественного фильма «В космосе». Вот сейчас все это очень обсуждают, которые прошли на МКС, на Международной космической станции. Там снимались актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко. И вот мы воспользуемся возможностью, спросим у Александра Павловича, как у эксперта. Веду эфир я, Ольга Авдевич, со мной в студии моя коллега Рита Трошкина. И первый вопрос. Александр Павлович, а вот как ваши коллеги, космонавты и специалисты оценили саму идею проекта «Вызов» и потом работу этого киноэкипажа? Я понял. Я хочу сказать, что, конечно же, не все профессионалы с радостью отнеслись к тому, что вот будет 12 дней, можно сказать, посвящено работе, снятию, съемкам фильма. И два рабочих места на станции будут отведены для тех специалистов, кинодокументалистов или художественных съемщиков фильма. Это не имеет значения. Важно, что мы уступили свои профессиональные места искусству. Ну что, если так нужно, значит, мы сделаем это. И я должен сказать, что полет прошел очень, я бы сказал, даже удивительно удачно в том смысле, что команда киношников была на хорошем уровне, как, ну я бы сказал, физиологически, психологически, уж как профессионально, это мы увидим через год в кино. Ну и поэтому вот я просто хочу сказать, что мнение было неоднозначно, но задачу выполнили. Вот и все. А вот такой интересный факт, что именно Александр Александров был первым космонавтом, который взял с собой в полет видеокамеру и снял видео на борту. И это было сделано для фильма «Возвращение с орбиты». Был такой советский знаменитый фильм, там играли Йозас Будрайтис, Соломин, Виталий, Александр Пороховщиков. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Да, был этот случай, и когда мы узнали, что снимается фильм, просто приехали на подготовку, мы еще готовились на земле, и на подготовку приехали специалисты, я имею в виду из киностудии, из киевской киностудии, но их здесь сопровождали, конечно, наши коллеги здешние, московские специалисты, и они спросили, возможно ли это, мы сказали, ну научите, мы сделаем. Мне вручили «Конвас», «Конвас» – это наша отечественная хорошая камера, с которой снимали и наши боевые корреспонденты во время войны, и отличная камера, и потом, и сейчас еще снимают. Эта камера широкопленочная, и мне нужно было пройти практику, я, конечно же, снимал этой камерой на земле, потом взяли 120 метров этой пленки с собой, и мне сказали, вы поснимайте землю, восходы, закаты, ну, может быть, там интерьер какой-то, то есть мы вставим это в кино. Вставка, конечно, была минимальная, мы были на презентации фильма в кинотеатре «Киев» или «Украина», «Украина» в Москве, и все прошло достаточно успешно, фильм был неплохой, надо сказать, и хорошие актеры, и идея неплохая, поэтому вот так было, да. Александр Павлович, вот сообщалось ранее, что голливудский актер Том Круз вел переговоры с НАСА о полете в космос для съемок финальной части фильма «Миссия невыполнима» с участием компании Илона Маска, да, и причем планировалось старт и ракет сделать с киноэкипажами где-то впритык, примерно октябрь 2021 года. Почему, известно ли вам, почему американский полет с киноэкипажем не состоялся? Ну, трудно предсказать, что в программах, тем более, если это коммерческие программы происходят, потому что по коммерции у нас тоже были всяческие ситуации. Если вы помните, артист Стеклов замечательно подготовился к полету, прошел все. Я тогда помню, что мы принимали у него экзамен, он прошел с калерией вместе на тренажере, отличный экзамен сдали, и потом пришлось отложить этот полет в таком составе, потому что все уперлось опять в финансы. Понимаете, все может быть, поэтому организационные вопросы там очень трудно понять, и я думаю, что они сделают это в любом случае. Просто что-то не так сложилось или не так сложилось, как-то по-другому. А пока вот издание «Нью-Йорк Таймс» написало перед запуском российского экипажа, что первый спутник в космосе, первая собака, первый мужчина, первая женщина и теперь первый фильм, и что вызов обогнал Голливуд на околоземной орбите. То есть, действительно, съемки прошли успешно, экипаж приземлился? Да, все хорошо. Хорошо. Я наблюдал специальный репортаж о спуске корабля и потом встрече на казахстанской земле, и потом возвращение в Москву. И, что удивительно, должен отметить, что действительно физическое состояние наших актеров, я не беру Олега Новицкого, он профессионал, там все в порядке, они себя чувствовали замечательно. Вот это вот тоже показывает, что действительно можно людей быстро подготовить и для такой работы. Но должен еще раз повторить, что все же они не профессионалы. А что самое главное должно у них быть для этой работы? Да нет, мы не просим, чтобы они были профессионалами, просто они участники полета. Все. И выполняли свои функции. От нас нужно было научить их пользоваться скафандром, уметь в нужной ситуации покинуть корабль при пожаре, при разгерметизации или там еще какие-то вещи. Уметь пить, есть и так далее. Вот что нужно было и чему их научить. Мы научили. Вопрос от журналиста Елены Смеховой. Газета «Суббота». Режиссер Клим Шипенко снимал фильм «Салют-7» на основе истории с вашим участием. Что в этом фильме правда, а что художественный вымысел? Я не понимаю, какое наше участие. Были наши специалисты, кто консультировал фильм. Ни одной из консультаций в положительном смысле режиссер или его команда не приняли и сделали по-своему. Они сделали совершенно отвлеченные от того, что реально вообще на основе, может быть, реально каких-то событий. Они сделали свою, ну, я не знаю, какую-то картину, весьма, может быть, захватывающую для юношей и молодежи. Может быть, это может быть интересно. Я считаю, что фильм-то, в общем, хорошо, что он есть, потому что пусть посмотрят, что такое космос. Но идея, которая заложена туда, она вообще-то, я говорю, она имела реальные вещи, почему она была взята за основу. Но реализована художественно, я имею в виду сбивать кувалды какие-то приборы с поверхности станции или пережить пожар в Союзе и дальше лететь, в общем-то, нормально. Я считаю, это суперфантастика, которая не должна быть так вот в неприкрытом виде показывать это все на экране. Нас не слушали и поэтому сделали то, что сделали. Но все равно пусть будет этот фильм, я не возражаю. Александр Павлович, а можно вас такой личный вопрос спросить? Вот у вас 5 часов 45 минут в открытом космосе. А самые первые ощущения, вот первый ваш выход, что вы чувствовали в тот момент? Тогда это были первые совершенно технологические операции по работе в космосе. Не просто на прогулку выйти, а именно отработать, поставить солнечные батареи. У нас было два выхода на самом деле. Они вот были под вас небольшие часа. И, конечно же, первый выход, он волнительный был. И я первым делом вышел на устройство такое, называется якорь, который ставится, чтобы ноги поставить и начать потом работу. И посмотрел в сторону. И меня очень удивило, что Земля почему-то мне показалась далеко от меня, где-то в стороне. Сзади где-то солнце и сверху бархат со звездами неба. И, в общем, его вот даже солнце не засвечивало так вот небо, совершенно чёрное. Понимаете, это интересно очень. А особенно, когда мы заходим в тень, мы вообще видим всю эту Вселенную громадную со звездами. И было впечатление, ну, чрезвычайно необычное. Вот журналист Наталья Лебедева задаёт вопрос. Какие сегодня приоритетные задачи именно мирного освоения космоса стоят и решаются? Ну, надо сказать, что все станции «Салют» и «Мир», и сегодня российский сегмент международной станции, мы так называем часть российской станции в НКС, мы считаем, что у нас всё было положено на то, чтобы выполнять научные эксперименты, фундаментальные, прикладные, но всё это касалось мирных задач и интересов, в общем-то, человечества. Потому что нам важно знать, как будет жизнь сохраняться. Например, мы изучаем споры, которые образуются на тех поверхностях, которые находятся в открытом космосе. И через много-много времени, допустим, через несколько лет спускаем на Землю эти образцы и смотрим, что там произошло. Живут они или исчезли? То есть это очень много интересного для Земли и для космоса, и для будущего. И поэтому хватает таких задач, нежели заниматься какими-то милитаристическими или ещё какого-то другого рода. Вот вопрос от журналиста Кристины Худенко, Дельфи. Как выражаются в космосе результаты глобального потепления? Выражаются ли они как-то там? И что вы думаете? Знаете, ещё в 1983 году, когда я летал на станции «Салют-7», я наблюдал, и у меня это зафиксировано на видеокамере. Нет, в 1987 году на Мире, это зафиксировано на видеокамере, как от Антарктиды откололся громадный, ну, я бы сказал, не айсберг, а поле. Вы можете себе представить длину поля 100 километров, а шириной, наверное, километров 50. И вот это поле отделилось от Антарктиды и рейфовало на восток, в сторону Тихого океана, и мы могли несколько недель наблюдать, как это всё движется. Я хочу сказать, что, конечно же, на Земле идёт потепление. Это зависит от того, как Земля относительно своей оси вращается сегодня. Это зависит от того, главное зависимое от Солнца, от своего главного светила, который даёт нам и жизнь, и несёт в то же самое время рентген, который прорывается через атмосферу, и загар практически ультрафиолет, это вот и есть вот самые остатки его рентгена этого. И сегодня, когда у нас будут проблемы с озонными ямами, дырами, это, конечно же, нам увеличит приток Земли на поверхность солнечного света. У нас сегодня на поверхность, на каждый квадратный метр, падает 1200 ватт энергии. Представляете себе? В то же время учёные отметили, что в некоторых местах у нас появилось как бы большее поглощение Землёй этой энергии. И тем самым мы можем сказать, что Земля подогрелась чуть-чуть где-то. И поэтому все эти таяния и все эти изменения с Гольфстримом и с другими течениями влечёт за собой вот такие нестандартные перемены погод, как тайфуны в океанах, как бури на европейской части, чего вообще раньше никогда не было. И большие ураны в пустынях и в таких благодатных местах, как, например, Калифорния или другие места на континентах. Так что потепление явно есть. Но оно влияет теперь на общий облик нашей погоды, её, можно сказать, фокусы, связанные с тем, что мы, например, имеем длительное жаркое лето и чрезвычайно холодный, допустим, сентябрь. Вот ещё от Натальи Лебедевой вопрос по поводу шаттла. Готовятся ли какие-то разработки? И чем, если это не государственная тайна, занимается сейчас ракетно-космическая корпорация «Энергия»? Какие есть интересные планы? В настоящее время, конечно же, мы считаем, что там вот были ещё вопросы, я ознакомился предварительно с ними, о том, что у нас было вообще достигнуто. Я хочу сказать, что первое десятилетие практически Сергей Павлович Королёв и его коллектив – это та самая энергия, где начиналась вся космонавтика наша, и беспилотная, и пилотируемая. И за первые 10 лет были практически совершены все основные направления деятельности. Это были межпланетные станции, это были полёты к Луне, к Марсу, это первый спутник, собаки, это первый человек, это первая женщина, это первые многоместные экипажи в кораблях, это первые станции, это чудо природы и рук человеческих, орбитальная станция «Мир», которая показала всему миру, и мы приняли пять шаттлов на этой станции, и он превратился, этот полёт станции, 15-летний полёт, в международную практически программу. И дальше был «Буран», как можно сказать, лебединая песня советской космонавтики, это вообще чудо света, потому что оно явилось на свет раньше своего времени. Это беспилотный корабль, который может летать без пилотов, это энергия ракета, которая может нести огромный, больше ста тонн полезную нагрузку, и мы могли лететь с этой энергией и к Луне, и к Марсу. Но, сами понимаете, ситуация изменилась так, что сегодня у нас, конечно же, остается и дальний космос, вот готовится Луна 25-26, к сожалению, у нас опять перенос, и я вам скажу, опять же, из-за чего. Ведь мы были тесно связаны и с Европой, и с другими странами, вообще мира, с Америкой, по поводу обмена информацией и технологиями какими-то, которые не были, опять же, для военного дела, но с электроникой были связаны. И сегодня мы ощущали, мы, конечно, восстановили после развала Советского Союза в части изготовления различных систем и приборов электронной промышленности, но, тем не менее, этого недостаточно. И часть приборов нам была обещана, поскольку это международная программа, и там тоже присутствовали и Швеция, и другие страны на этих станциях, мы ожидали, что нам в этом помогут. Но вот сегодня те экономические санкции, которые применяются к нашей стране, они ограничили поставку таких вещей, и мы сегодня продолжаем делать это на собственной элементной базе и продолжаем испытывать то, что мы сделали, и поэтому есть сдвиг в запуск. А вот у нас еще вопрос, и привет вам передает руководитель туристической компании ТАСС «Балтик» Наталья Сукуры. Эта компания организовала в Риге космическую галерею, и при первой возможности, когда улучшится ситуация с COVID-19, приглашаем Александра Павловича с презентацией его книги о выдающемся ученом уроженце Риги Фридрихе Цандре. Вам привет. И такой вопрос. 17 сентября Илон Маск и его компания SpaceX запустила в космос экипаж с космическими туристами на борту. Ваши вообще отношения к космическому туризму и каковы перспективы космического туризма Роскосмоса? Надо сказать, что когда мы первых туристов отправили на мире в космос, американская сторона НАСА тогда вообще не понимала, что это и для чего это. И они считали, что у нас только государственные программы, и мы с туризмом никакого вообще вопроса здесь и не видим, и не решаем, и не собираемся им заниматься. И у них были только такие благотворительные или образовательные такие телодвижения, когда они учительницу хотели вывезти, чтобы она уроки провела из космоса и так далее. Но потом оказалось, что это, ну, нам не столько деньги нужны были, да, в трудное время это нам некоторые деньги принесло, когда мы посадили подряд несколько туристов в корабли «Союз». Они летают, как правило, по семь дней и потом спускаются с другим обычным экипажем. Ну, это вот наше начало, оно было действительно такое международное, потому что у нас же была программа, помните, «Интеркосмос», когда мы практически всех участников полетов из наших дружественных стран Германии, Чехии, Польши и других стран Кубы, там, Вьетнама, они все летали и все были очень рады и довольны, причем делали мы это безвозмездно. И когда сегодня наступил новый 21 век, появился товарищ Маск с его легкой руки и других также миллионеров, которые решили, что, в общем, не надо жалеть деньги на исследование космоса и тоже стали думать о коммерческих полетах. И тогда они сделали... Ну, Маск вообще участвовал в объявленной НАСА значит, конкурсе, который выиграл и получил субсидии дополнительные на строительство своего космического корабля. Но Брентон тоже... Они строили уже свои, значит, свои новые корабли разного типа для суборбитальных в основном полетов. И это тоже имеет право быть как суборбитальный полет. Это вообще пять минут невесомости и возвращаешься обратно. Или это может быть с летного образца с самолета запускаются ракеты. Или это может быть автономная ракета, которая делает просто петлю вверх и вниз. Это совершенно приветствуется и никак не осуждается. Конечно же, это интересно и пусть летает. Но мы считаем, что настоящий туризм это тогда, когда все-таки люди сделают хотя бы один виток вокруг Земли. А как вам кажется вот лично вот эта долгосрочная цель, которую ставят, отправлять тысячи туристов и когда полеты в космос будут на уровне авиалиний просто совершаться. Это реально? Ну, я должен вам сказать, что Сергей Павлович Королев, когда наши корабли начали бороздить океаны и планеты, да, просторы Вселенной, он тогда сказал, что скоро наступит... Он с журналистом это высказал. Есть эта самая пленка записи, где он сказал, что мы уверены, что в будущем по профсоюзной путевке мы будем летать в космос. И он был прав, потому что сегодня практически так, ну, там деньги, не деньги, мы отдельные личности вообще бесплатно посылаем. Поэтому в принципе можем это сделать. Поэтому, конечно же, летать будут, но так вот, как... Я вообще Маск умный человек и великолепный инженер как организатор и он, я не понимаю, зачем он сказал такую вещь, что 100 человек или даже больше он отправит на Марс. Но это верная смерть. Это вообще лучше не говорить об этом. Так же, как и на Луну, так же, как и вообще в космос. Но сегодня у нас нет технологии еще изготовления такого громадного корабля с такими ресурсами, чтобы нам отправить их куда-то еще там, кормить 100 человек. Вы можете себе представить? Ну, наверное, в один конец полет будет, да? Мы для того, чтобы обеспечить 13-суточную экспедицию, должны целый грузовик, допустим, привезти дополнительно и пищу, и одежду, и приборы, и киноаппаратуру, и все остальное. Ну, как же? Так же нельзя без оснащения, без обслуживания. Поэтому к Марсу нужен еще один большой громадный корабль на 100 человек еды, воды, еды и всего оснащения. Это нереальная вещь. Я не думаю, что это правильно сделано, что так заявлено. Это чистая авантюра. Вы упомянули российскую лунную программу. То есть как идет подготовка к этой миссии? Она практически заканчивается, подготовка, машина стоит уже, там все доделывается. Вот нужно довести те приборы до кондиции, о которых я говорил, что чего-то там не хватает. Кроме того, конечно же, мы не оставим Марс. Мы обязательно, прежде чем марсианскую программу какую-то пилотируемую, которая, конечно же, будет. Обязательно пошлем туда. Я считаю, что сначала должны все-таки слезать роботы. И правильно делают в НАСА и в других, и в Европе тоже, европейское агентство. Они запускают сначала робототехнические средства с тем, чтобы освоиться все-таки и на Марсе, и на Луне. И поэтому впереди все равно куда бы мы ни делись, международные, совместные или отдельные программы, но они будут планетарные и дальнего космоса. Скажите, пожалуйста, сегодня в отряде космонавтов есть ли женщины, которые проходят подготовку к полету на орбиту? Планируется ли это? Сегодня из-за отобранных и тех, кто готовится практически уже на выходе к валюте, есть одна женщина, и в будущем, наверное, мы не возражаем против того, чтобы они участвовали в отборе. Я участвовал в прошлом отборе, вот в прошлом году мы отобрали еще несколько человек, восемь, по-моему, которые прошли и медицинскую комиссию, и сдали экзамены. Все-таки мы отбираем это тоже по каким-то знаниям, чтобы понимали, что из этого человека можно выучить человека-универсала, который сегодня пока летает в космос, потому что мы сегодня вынуждены иметь таких людей, которые знали бы и понимали бы технику, и понимали бы что-то в медицине и исследовании земли, в других дисциплинах. Поэтому это очень важно, чтобы они это умели этому научиться. И у нас в этом составе сегодня один подводник, и есть опять военный летчик, который вот-вот только ушел из боевых частей, и есть инженеры, конечно, и, к сожалению, женщина не попала туда. И вот все-таки я думаю, что если они будут отбираться, пожалуйста, нет никаких вопросов. Вот вы упомянули, что рассыпалось разделение научного, как скажем, разделение труда в научно-исследовательской сфере в космическом сотрудничестве, плюс санкции влияют. И вот вопрос такой, что в сентябре, когда президент Украины Зеленский съездил в США, появились сообщения о планах американо-украинского сотрудничества в космосе. Вот ваше мнение, как вы оцениваете космические перспективы Украины и возможно ли российско-украинское сотрудничество в области космоса? Понимаете, какое дело? 20 лет назад, когда, значит, все еще было неплохо, мы с Украиной хорошо сотрудничали. И у нас вот Зенит практически это ракета, которая была и частью ракеты под Буран и частью для того, чтобы мы сделали морской старт, вы, наверное, слышали, статуица корабля, ракета, и вводят в основном это полезная нагрузка, спутники ретрансляторы, значит, спутники метеослужбы и так далее. Вот эти запуски мы делали с помощью ракеты Зенит. Зенит изготавливался на Южмаши, это завод в Днепропетровске, в Днепре, как говорят сегодня украинцы, и у нас было сотрудничество. Потом, вы помните, после 2014 года все стало по-другому, и даже одна ракета осталась у нас в Байконуре на старте, есть там площадка 42, которая специально сделана для наземного старта, для Зенита, мы договорились, у нас контракт был, и эта ракета там сегодня находится, и мы не можем без их специалистов работать с этой ракетой и с тем, что вообще мы планировали. Сегодня все контакты отрублены, можно сказать, совершенно обрублены, просто разорваны, и поэтому у нас никакого сотрудничества по космосу с ними нет, а кроме того, у них практически ну, можно сказать, ликвидировалось, самоликвидировалось, я бы сказал, ракетно-космическое производство. Поэтому я не думаю, что американцы будут поднимать эту технологию в Украине, хотя это их дело, могут и какие-то дать задачи для Украины. Но я не вижу сегодня в ближайшей перспективе, по крайней мере, я думаю, в ближайшие 5-10 лет, чтобы что-то из Украины могло стартовать в космос. Скажите, пожалуйста, вот вопрос от газеты Латвийские вести. Многие сегодня пишут книги о себе, а вы посвятили книгу Фридриху Цандеру, напомним, что это уроженец Риги знаменитый. Почему вы именно его выбрали? Вот, покажите, покажите, какая большая, красивая. Это большая история. Дело в том, что я сын тех двух людей, которые работали в ГИРДе, вот в этом самом ГИРДе, это группа включения реактивного движения, которое организовалось в Москве в 1931 году, и первый ГИРД организовывал Цандер. Цандер, это был патриот, таких еще надо отыскать, кроме Циолковского, это был второй человек, который так, с таким энтузиазмом рвался в космические дали, исследовал возможность полетов вокруг планет, рассчитывал эти орбиты и начал придумывать реально корабли и самолеты, аэропланы, совмещенные с ракетами, для того, чтобы лететь в дальний космос. И вы знаете, он был не прожектером, он был настоящим инженером, классным, высококлассным инженером. и мы, когда я был в политехническом, а теперь университете в Рижском, где учился Цандер, мне показали его дипломную работу, я в руках держал, понимаете, рукописную дипломную работу Цандера. И это человек, который заслуживает того, чтобы мы его помнили всегда и расширяли знания о нем. И мы провели конференцию даже в том же году, когда я был в университете, и приглашали меня в Венспилс. И там в космической школе была конференция, выпустили наши друзья книгу, которая называется «О Цандере все выступления, все его работы на разных языках». и мы там провели такую конференцию, которая была проведена для того, чтобы расширить еще раз историческое знание о том, что сделал Цандер. И мы очень хорошо поговорили об этом. И я думаю, что нужно расширять и тиражировать все издания относительно того, что сделал Цандер и каким он был человеком. Для Латвии, да, это гордость и достояние нашей республики. Будем ждать вас с презентацией вашей книги, как только будет вас. Я с удовольствием участвую. А как мы говорили о Цандере, что это был человек с гениальным предвидением, как вам, как исследователю, видится следующий шаг человека в космосе? Ну, прежде всего, конечно же, мы будем вот как в своей песочнице в Солнечной системе со своими планетами играть в игрушки. То есть, Луна и Марс нам не дадут покоя. И мы будем, конечно, стремиться туда еще раз на Луну слетать и все-таки попасть на Марс. Но вообще, если серьезно, то нужно думать о тех планетах, которые пригодны для житья. И астрономы сейчас, конечно, серьезно занимаются такими экзопланетами, как мы их называем, потому что вокруг других Солнц, которые гораздо сильнее и мощнее, чем наши. Наше Солнце – это какая-то средненькая такая звезда. Хотя для нас это все. Но есть планеты гораздо мощнее, и у них планеты посерьезнее и с условиями, возможно, похожими на наши. И человек не успокоится. Я думаю, что как и Цандр, как и Циолковский, они думали о том, что в будущей мир за человеком мы должны туда стремиться. А скажите, в следующем году, в 2022, что-то нас ждет интересное в области космической? Что касается России, вы имеете в виду? Да. Или вообще? И вообще России. Все работают над этим. Конечно же, Китай сегодня, они испытывают сегодня свою новую станцию, которая очень хорошо повторяет наш мир. У них там будет два модуля больших. Сегодня выведен один модуль, и туда вот только что слетала экспедиция. По-моему, они там и выходы делали в открытый космос. То есть, они это делают планомерно, и я думаю, что будут идти вот этим же путем пилотируемых полетов и к планетам тоже. они очень много сделали для того, чтобы беспилотные станции перелетели к Луне и даже прилунились на обратной стороне Луны. То есть, у Китая очень большой потенциал, и они идут с наукой. И мы были на конференциях, где китайские ученые работают с европейскими и очень успешно в космонавтике. Поэтому Китай, конечно же. Индия пока как-то вот притихла, но у них тоже есть очень мощные ракеты космические, именно космические. Потому что боевая ракета это не космические. Сегодня очень сильно разделяется. Если во времена Хрущева, если вы помните, когда мы друг другу грозили атомной бомбой с зарубежными нашими потенциальными противниками, и ракеты были практически на тех же ракетах, мы летали в космос. Сегодня это совсем другие ракеты. Поэтому если делают ракеты для космоса, это только мирный ракет. Поэтому вот Индия тоже обладает таким потенциалом. Ну и Европа собственных ракет не имеет. Пока они летают, кстати, на нашем союзе из Гвианы, с экватора. И у них есть, конечно, мощная ракета, которая вообще-то имеет высокие показатели для выведения тяжелой нагрузки, но просто нечего выводить такой большой ракеты. Есть у них ракеты, но это пока можно сказать в арсенале. И, конечно же, НАСА и вся команда этих всех наших друзей, коммерческих конструкторов и обладателей своих ракет будут стремиться, конечно, осваивать космос. Каким образом? Во-первых, это работа вместе с НАСА по постройке, может быть, новой станции лунной. У них есть такой проект «Скачок для перелета к Луне». То есть это хорошая идея сделать орбитальную станцию на орбите Луны и уже оттуда стартовать на поверхность Луны, побывать там некоторое время, допустим, начать строить какую-то базу и вернуться снова на орбитальную станцию. А оттуда будут менять экипажи для возвращения на Землю. Таким образом, вот этот мост скачок к Луне и потом переход на поверхность Луны, он будет вот такой. Это разумный совершенно подход и интересно, что это будет в будущем. Вы участвовали в программе экспериментального полета «Аполлосоюз». А поддерживаете ли вы сейчас личные отношения с американскими коллегами? Да, конечно. Во-первых, вот в этой организации, которая у нас направлена именно на то, чтобы сохранять связи и разрабатывать общие идеи, как нам жить дальше и как обмениваться информацией. И кроме того, остались связи действительно с теми, кто остался вот после той замечательной эпопеи, когда мы работали вместе с американцами. и в прошлом году я, вернее, уже теперь в прозапрошлом году я был в Америке и виделся с оставшимися членами экипажа «Аполлосоюз». Это Вэнс Брандт был на нашей конференции и генерал Стаффорд тоже, он еще, так сказать, действует, консультантом работает. Поэтому мы, конечно же, с большим интересом общаемся и у нас много интересных вещей. Мы вот, например, есть группы, которые занимаются очевидными совершенно задачами, которые надо решать уже сегодня. Мы занимаемся, например, обломками и мусором, который сегодня мешает летать в ближнем космосе и в дальнем космосе. И мы знаем, что этим занимаются и международные организации, даже есть комиссия в ООН, которая по астероидной опасности и по другим задачам обеспечения безопасности полетов работает. И мы как можем помогаем для того, чтобы выработать правильные решения, как нам дальше жить. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о международном сотрудничестве, чего вот в нем больше, в какой пропорции партнерство и конкуренция находятся? То есть каждый хочет опередить и в то же время... Когда конкуренция, вы меня простите, какое же тут сотрудничество. Понимаете, вот часто говорят, что была какая-то лунная гонка, была... Да, да, да. У нас гонка была только в двух вариантах. Первый, кто запустит первый спутник, и там действительно Сергей Павлович Королев очень переживал, что может опоздать, запустить его первым. И второе, это запустить Гагарина на орбиту, это тоже был запрос опередить американцев. Но как мы поняли, что вообще-то у Соединенных Штатов это время все было не готово. Они искусственно долго держали под прессом своего конструктора, не своего, а немецкого конструктора фон Брауна, который вообще-то мог им посоветовать, что делать. Они надеялись на свое Неви. Неви это, можно сказать, военно-морской флот с авиацией, которые имели какие-то там свои ракеты, они что-то строили, и все у них было совсем неудачно. И поэтому у них был первый полет суборбитальный. Поэтому тут нужно было просто интуицию иметь. А сейчас у нас нет никакой гонки, есть у каждого свой угол на этой международной станции. Мы построили, кстати, ни мы без них, ни они бы без нас не построили бы самостоятельно эту международную станцию. Потому что нас пригласили американцы строить из своего Фридома большую станцию. Мы им сказали, Фридом можете забыть, давайте новую строить. И строили-то ее на основе наших модулей. И первый модуль полетел, это модуль, который был наш, и к нему уже стыковались и с нашей стороны потом модули, и первый их модуль. Поэтому сотрудничество, оно может быть. Но сегодня, когда у нас сотрудничество уже продвигается в сторону Луны, мы не поддержали тот предложенный вариант, который нам предложили Соединенные Штаты быть участником создаваемой ими большой какой-то станции. Мы считаем, что мы должны быть равными партнерами. Но это уже дело такое житейское. Поэтому мы будем, видимо, у нас уже объявлено, что мы российскую орбитальную станцию будем строить в будущем, и дальше, наверное, будем двигаться все-таки в сторону Луны. Скажите, а на каком языке в космосе вы говорите с партнерами? Это очень интересный вопрос, потому что когда мы на мире возили иностранцев, ну, американцев в частности, мы сказали, так, дорогие друзья, мы вас берем на год обучения, и вы должны за этот год научиться русскому языку обязательно, и если летите на нашем корабле, то командир всегда наш, и русский язык тоже, и вся инструкция написана, мы вам напишем ее, конечно, на двух языках, но вы будете говорить с нами по-русски. И так все и было, и так сегодня и есть. Они изучают русский язык, или когда возвращаются из космоса на Союзе, говорят по-русски. Второй вопрос. На станции совместной уже МКС принято совместное решение рабочий язык английский и русский, но в основном английский, но по желанию вы можете говорить на каком угодно языке. И часто у нас говорят на смешанном языке. Это очень хорошо получается. Кроме того, есть такие операции очень серьезные, как выход в открытый космос. Мы тоже здесь разрешаем говорить на своем родном языке. Тогда есть переводчики внизу, потому что это экстремальные условия, нужно, чтобы человек свободно себя чувствовал. Но, как правило, это все легко воспринимается на тех языках, как мы работаем. Так что вот такая история. Александр Павлович, вы лично были знакомы, встречались с Юрием Гагариным. Поделитесь вашими личными ощущениями. Да, мне пришлось встречаться. Дело в том, что когда мы готовили экспедицию, у нас был корабль такой, Сен-Кайл-1, это корабль, который должен был облететь Луну. И вот там было некоторое такое соревнование, но я бы не сказал, что была гонка. У нас просто была идея, которую перед нами правительство поставило, облететь Луну на корабле, типа корабль-союз, но надо его доработать под то, чтобы облететь Луну. И так создали такой специальный корабль для облета Луны. Поставили там остронаправленную антенну, чтобы связь держать издалека, из космоса. И поэтому это был отдельный корабль, я по нему работал инженером, потом даже мне дали группу, чтобы я обеспечивал эти работы. И мы тогда, уже экипажи у нас были, все у нас было, и начали писать инструкции на этот корабль, и нужно было согласовывать, естественно, с экипажами, и с Центром подготовки космонавтов в Звездном городком, где нужно было на совещаниях все это представлять, и подписывать руководство. И мы часто ездили на совещания в Звездный городок, и бывали иногда у начальника отдела летной подготовки, космической подготовки, Юрия Алексеевича Гагарина, потому что после полета он должен же был чем-то заниматься, потому что сразу в полет его снова не пустили, а он продолжал летать на самолетах, и ему дали отдел, вот этот самый главный отдел, это летный подготовка. Вот он был начальником этого отдела, мы к нему ездили согласовывать различные документы. Ну, произвел совершенно такое, я бы сказал, простое впечатление, ну, человек вот на работе, он пришел, здрасте, здрасте, ну, присаживайтесь, какие у нас вопросы сегодня, мы ему докладываем, какие вопросы. Ну, он просто простейший был человек, простой, ну, простой, и улыбка у него замечательная, ну, поговорить с ним было интересно, ну, не просто поговорить, по делу, конечно, ну, и в других ситуациях мы встречались на каких-то космических выставках, там, по технике, ну, и с Комаровым я тоже встречался, он приезжал к нам на предприятие, естественно, и Гагарин часто приезжал, то есть, это были такие контакты, довольно похожие на рабочие. Вы знаете, еще один интересный факт для наших радиослушателей о связи Латвии с проектом киноэкипажа первого космического, что в качестве первой актрисы-космонавта могла войти в историю наша рижанка, бывшая Агата Муценеца, но ей помешало гражданство Латвии, потому что было принято решение, что на борт МКС в составе съемочной группы отправятся только граждане России, то есть, вот у нас два таких мостика с Латвии и Фридрих Цандер и актриса, которая могла... Я думаю, что мостов-то у нас больше. Больше. В рамках нашей программы. И еще вот спрашивают, а какие фильмы о космосе лично вам нравятся? Сейчас тема актуальная такая. Ну, она актуальная, да, но супер-пупер фантастику типа «Звездных войн» и каких-то вещей, связанных с полетами в таком формате мне не очень нравится. Хотя есть там интересные... Я помню, мы летали на мире, и, по-моему, 20-летие было выпуска первых серий «Звездных войн», и нам устроили пресс-конференцию, представляете? Я должен был вспоминать, что я там видел. Ну, есть там интересные роботы, персонажи, да, но мне больше нравится вот такая, например, вот «Пассажир», да, был такой фильм. потом другой фильм. Ну, «Гравитация», он такой тоже, как у Шипенко, фантастика такая, что с одной станции на другую перелететь, перепрыгнуть, причем скафандр-то наш, «Сокол» был, в котором я летал. Это, значит, актриса, перелетал без запаса кислорода, без всего, я вообще не понимаю, на огнетушители. Это интересно, конечно. Но что поделаешь. Но есть и еще мне понравился, «Марсианин» мне понравился. Вот он очень такой, вы знаете, похож на реальность, что так может быть. Вот спокойный фильм, и ничего там особенного нет, но он интересно смотрится, потому что человека могли забыть. Не то, что забыть. Ну и потом, как выверяют пролет корабля, чтобы ему стартануть и пойти к ним в орбиту и там же суметь состыковаться. И потом, главное, это не в этом, главное в том, как он правильно выстроил свой быт. Можно из того материала, который находится у вас под ногами, из марсианской пыли этой, сделать грядки для огурцов. К примеру. Спасибо большое. На связи с нашей студией был дважды герой Советского Союза космонавт-исследователь Александр Павлович Александров. Это был проект «Культурная линия». Участвовали журналисты Международного медиаклуба «Формат А3». Эфир провели Ольга Авдевич и Рита Трушкина. Еще раз огромное спасибо вам, Александр Павлович. Удачи и хорошего здоровья. Спасибо вам всем большое. Я желаю вам всем здоровья. День «На